Добрый день, друзья! Мы с вами начинаем занятие по русскому языку. Всех вас приятно здесь видеть. И сегодня у нас очень важное занятие. И оно завершает тот огромный цикл занятий, цикл лекций, посвященных частям речи в русском языке, посвященным русской морфологии. И особенность нашего сегодняшнего урока еще в том, что если прежде у нас была одна часть речи на один урок, и мы ее там немножечко описывали со всех сторон, то сейчас мы будем говорить о целых категориях частей речи, о целых группах частей речи. И это на нас, конечно, налагает определенное обязательство, потому что нам просто времени на это должно понадобиться больше, поэтому будем двигаться быстро. Итак, напоминаю вам табличку, которая у нас была на том занятии, когда мы говорили о частях речи в целом, о тех принципах, классификации частей речи, которые используются в тех основах, почему выделяют самостоятельные части речи в служебные междометия. Вот по сути своей, да, вот о самостоятельных частях речи мы с вами говорили вот все время, что шли наши уроки. Мы говорили с вами о существительных, предлагать на глаголах, о наречиях и так далее, да, и мы все видели, что в целом они изменяются. Ну, да, конечно, где причастие, там, на речи не изменяются, но, в общем, в целом изменяются, отвечают на какие-нибудь вопросы, они являются щедренными предложениями, да, и нечто обозначают в реальности. Вот. Сегодня мы будем говорить о тех частях речи, которые не изменяются, не отвечают на какие-то вопросы, не являются щедренными предложениями и не служат для обозначения объектов действительности. То есть такое, что же их тогда характеризует, возникает вопрос. У нас такое апофатическое, как бы через отрицание определение получается пока что. Вот. Ну, одно мы можем видеть, что эти части речи, о которых у нас сегодня будет идти разговор, они очень сильно отличаются от самостоятельных частей речи. Ну, давайте возьмем определение служебных слов из лингвистического словаря, а потом подкрепим это определение разными наблюдениями. Итак, служебные слова – лексические, не самостоятельные слова. То есть они зависят от каких-то других слов, да, от самостоятельных. Служащие для выражения различных семантико-синтаксических отношений между словами. Семантика, напомню вам, смысл, синтаксис, то есть связи между словами. Они, соответственно, вносят какие-то оттенки смысла и помогают связывать между собой слова. Наверное, вы вспомнили о том, что для выражения симантико-синтаксических отношений используются разные морфемы, да, то есть служебные слова в этом отношении, конечно, очень близки к суффиксам, к окончаниям, которые тоже, вот, значит, эти все функции на себя берут. Да, между словами, предложениями, частями предложений, да, и для выражения различных оттенков субъективной модальностью. Вот что значит лексические, не самостоятельные слова? На самом деле по этому поводу существовали разные споры, да, и существуют разные взгляды на то, каков объем понятия служебного слова, какие части речи мы будем туда включать, в эту группу части речи, да, что мы будем считать лексически несамостоятельно. Вот Федор Иванович Буслаев, ученый, лингвист 19 века, да, он считал, что служебные слова – это будут местоимения, числительные предлоги, союзы на речи местоименные, то есть тут, там, да, и вспомогательные глаголы. Да, вот, и, в принципе, сложно с ним поспорить, ведь они лексически несамостоятельны, ну, в меньшей степени самостоятельны, чем вот эти самые классические глаголы предлагательные, существительные. Пешковский, наоборот, сужал понятие служебного слова и включал в него только предлоги союза, частицы уже были самостоятельными частями речи. То есть он ограничивал вот объем этого понятия до тех частей речи, которые только вот служат для связи между словами. Лев Владимирович Щерба, уже нам всем хорошо знакомый, говорил о том, что служебные слова – это глагольные связки, да, вот эти всякие «быть», да, это предлоги союза и союзные слова. Виктор Владимирович Виноградов тоже вам уже знакомый, хорошо. Вот он считал, что служебное слово – частица предлоги союза. В принципе, как мы можем понимать, да, опираясь на наш школьный опыт, именно точка зрения Виноградова возобладала в лингвистике, в академической грамматике принята именно эта позиция, да, то есть вот эти три части речи считают служебными. И, в общем, мы тоже будем исходить именно из этого и рассматривать именно эти три вида, три части речи в качестве служебных. Итак, в чем же особенность служебных слов? Мы чуть-чуть уже об этом поговорили, но хотелось бы рассмотреть служебные слова с точки зрения всех уровней языка, да, языковой системы, то есть от низшего к высшему. В каких сферах проявляются особенности служебных слов, их специфика. Итак, ну, начнем с фонетики, как с самого низкого уровня языка. Да, итак, особенность служебных слов в том, что они не являются ударными и фонетически связаны с каким-нибудь самостоятельным словом, к которому они относятся. Тут, наверное, вы могли бы возразить, что там есть всякие зареку, какой-то наморе, житие не худо, да, и так далее. Но в любом случае здесь предлог, присуществительные, они связаны, они произносят без пауз, как одно фонетическое слово, как фонетическое единство, да, и ударение там только одно – наморе. То есть получается у нас все существительное останется безударно, ударение перетягивается на предлог. И еще особенность служебных слов в том, что у нас тут происходит фонетическое воздействие в силу того, что вот, например, к дому какое-нибудь такое сочетание существительного с прилагательным, воспринимается как одно слово, происходит регрессивная ассимиляция. То есть вот этот звук, да, звонкий, влияет на соседний и озвончает его. Делает звонки, поэтому говорим «к дому», да, там «к» становится звонким. Ну, это как раз проявление того явления, да, что не является отдельным фонетическим словом, служебное слово. Рассмотрим следующий уровень. Это уровень лексики. И вот, значит, с точки зрения лексического значения служебные слова никак не отражают никакой объект действительности. Их называют семантически пустыми, то есть отсутствует что бы то ни было за ним какой-нибудь объект реальности. С точки зрения морфемики. С точки зрения морфемики служебные слова отличают то, что их невозможно разделить на морфемы, разбить на части, на более мелкие части. Но сами они по себе, собственно, с морфемами очень схожи, и мы это с вами скоро посмотрим. С точки зрения морфологии, да, их особенность в том, что они не изменяются, у них нет парадигмы, у них нет никаких форм. Ну и, наконец, если рассматривать уже синтаксис, то не употребляется самостоятельно, не являются членами предложения, и либо они вместе самостоятельным словом, да, будут членом предложения, как предлог плюс существительное, да, будут каким-нибудь дополнением. Или, допустим, сделал бы частица плюс глагол будет сказуемым. Либо вообще не будет никаким членом предложения, в принципе, вот их особенность, да, но самостоятельно они членом предложения являться не будут никогда. Вот посмотрим на эту табличку. Здесь не указано, собственно, о чем идет речь, поэтому мы сейчас ее будем достраивать. Итак, пропущена первая строчка. Давайте по определению решать, о чем идет речь. Итак, служебные слова, которые выражают связь между двумя самостоятельными словами. Что это? Что за часть речи? Посмотрим, например, да, Петя гулял в лесу с братом. Да, вот это слово, которое выражает связь между двумя самостоятельными. Гулял и лесу. Гулял и лес. Да, и здесь вот это вот слово у нас выражает связь. Так же, как и окончание у, да, то есть они и окончание в данном случае, и, что-то не пишите, предлог, да, и предлог они связывают между собой слова. То же самое предлог с, то же самое, да, он выражает связь между глаголом гулял и существительное брат. Так, значит, итак, следующая категория, служебных слов, это, сейчас вы мне скажете, что, да, служебные слова, которые выражают отношения между членами предложения, частями сложного предложения или отдельными предложениями в тексте. Обратите внимание на разницу. Тут связь между двумя словами, то есть здесь мы на уровне как бы морфологии находимся. Да, два самостоятельных слова, и их связывают между собой какой-нибудь морфема типа окончания, да, и вот этот самый предлог. А вот в данном случае, в этом определении, уже мы переходим на уровень синтаксиса. Поэтому нам, в принципе, сейчас будет сложно, наверное, говорить об этом, потому что мы о синтаксисе еще с вами ни слова не сказали. Что же это за служебные слова-то такие, которые связывают члены предложения, однородные, например, да, часть сложного предложения или предложение между собой? Что это такое? Конечно, это союзы. В самом названии этой части речи звучит идея связи. Вот, да, Петя и Юра не только гуляли, но и купались в реке. Здесь видеть, как мы видим, союз, и связывают между собой два однородных подлежащих, союз не только, но и связывают между собой два однородных сказок. То есть не просто самостоятельные слова, а именно члены предложения. Вот в этом особенности. Ну и, наконец, последняя категория, последняя группа – это служебные слова, которые придают предложениям дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки. И что это такое? Что за часть речи? Давайте посмотрим, какие это оттенки. Вот, например, да, он не хотел бы учиться только математике. Да, вот здесь слово «не» вносит оттенок отрицания в предложение. Слово «бы» обозначает, что это сослагательное наклонение, да, оттенок сослагательности вносит. Ну и слово «только», оно ограничительный смысл имеет. Только математики, лишь математики, да, ограничивает существительное следующее за ним по значению. Да, эта часть речи называется «частица». Вот по функции, соответственно, выделяют три группы служебных слов. Мы с вами начнем, конечно, с предлога. Итак, предлог, как правило, связывает глагол с существительным, как и было в предыдущих примерах. Ну, возможно, и другие варианты. Может быть, связано, например, местоимение существительное, может быть, связано существительное с существительным другим, да, числительное с существительным. Может быть, связано прилагательное с местоимением, но прилагательное тут тогда тоже в роли существительного. То есть, в первую очередь, предлог, конечно, к существительному имеет отношение. Какие бывают значения у предлогов? Выделяют предлоги с пространственным значением. Был в лесу, оставался около дома, ждал перед дверью. Выделяют предлоги с временным значением. Через час, за минуту, около года. Я, наверное, мы уже тут, в общем-то, видим, что, например, предлог «около» оказывается в двух группах, да, и пространственных времен. Но, наверное, вы понимаете, да, что дело в том, что предлогов мало. Как вообще служебных слов мало, их, в принципе, всех можно пересчитать буквально по пальцам. Поэтому у каждого предлога много значений, они отличаются всегда многозначностью. Давайте придумаем примеры, в которых предлог «в» будет иметь временное значение. Предлог «перед» – временное значение. И предлог «за» – пространственное. Или там «через» тоже – пространственное значение, чтобы проиллюстрировать эту возможность, эту многозначность. Перейдите, пожалуйста, такие примеры. Напишите, да, что у нас получится. Вот есть предлоги, которые имеют значение причины, да, в следствии, из-за, по причине. Есть предлоги со значением цели, там, ради, победы, для занятий, во имя чего-нибудь, там, во имя победы тоже, да. Есть предлоги с уступительным значением, отвечающие на вопрос «несмотря на что», да, «вопреки», «несмотря на». И объектные, то есть о поездке, насчет отпуска и так далее. Так, что-то никто ничего не пишет, давайте тогда я скажу, да. Вот предлога «в» – есть пространственное значение, да, «в лесу», а можно сказать, что в минуту успел собраться, и будет уже временное значение. Или «около дома», «около года», да, это уже было, да, «перед дверью» – пространственное, а временное значение – что-то не приходит мне в голову перед тобой, пожалуй, что невозможно. «Через час» – временное, а пространственное, например, через дверь, да, через окно. Ну, за минуту или за стеной. То есть, таким образом, значений у предлогов, в общем, больше, значений у предлогов и сами предлоги пересекаются эти группы и взаимозаменяются. На какие группы делятся предлоги по происхождению? Их выделяют отдельно, выделяют непроизводные или первообразные, второе значение предлоги, второе слово, и производные предлоги. Непроизводные предлоги ни от чего не произошли, они в языке были изначально, и они, как правило, короткие, их немного. И вы, наверное, заметили, что, в общем, список предлогов и список приставок в русском языке почти одинаковые. Вот посмотрите на этот список предлогов и скажите, какой из этих предлогов не может быть приставкой? Какой из предлогов не может быть приставкой? В этом пересне, на самом деле, он только один. А я вам пока... Вы думаете, я скажу, что не случайно это совпадение. Это связано с тем, что предлоги когда-то срослись с глаголами, соединились с ними и стали их частью. Некоторые остались как отдельные слова, а некоторые утратили уже всякую самостоятельность и вообще... О, абсолютно верно. К, конечно. Все остальные предлоги могут быть приставками. На самом деле, к... Ну, вот есть слово где, например, там вот есть этот самый как раз приставка к, которая тоже вот по правилу регрессивной ассимиляции озвончилась. Но таких слов, по сути, это и нет. Где, нигде, да и все. Вот, а все остальные предлоги очень часто встречаются в роли приставок. Непроизводные предлоги делятся на простые и составные. Да, простые из одного слова состоят, составные из двух предлогов вместе, которые пишутся через дефис. И если из-за и из-под встречаются в литературном языке, то для народной речи, для фольклора, например, характерны такие предлоги, как по-над, по-за, там... Вот, соединяющиеся значения двух предлогов сразу. Возможно, вы с ними встречались. То есть производные предлоги, соответственно, просто по своему названию произошли от слов других частей речи. И их делят на... В зависимости от того, от какой части речи они образовались, их делят на наречные, отменные и глагольные. Наречные, вот они там вблизь, вдоль, вместо, внутрь. Поэтому просто наречие, которое утратило самостоятельность и перешло, так сказать, в эту рабскую когорту. Служебных слов, отменные, это, как правило, какое-нибудь существительное с предлогом, типа в меру, в течение, за счет, с которым тоже что-то такое трагическое произошло. И отглагольные они все от депричастия образовались, и мы с ними с вами встречались, когда говорили о депричастиях и о том, что у нас от депричастия могло получиться. Рассмотрим сначала непроизводные предлоги. Как мы видим, у нас часто бывает, что в словосочетании прямо используется и приставка, и предлог, и это одно и то же. А за бежать, за дом, у них одно и то же значение. Такая иллюстрация к тому, что предлог и приставка исторически – это одно и то же. Как их отличать? Ну, в общем, легко это делать, и вы, наверное, это знаете, но я все-таки напомню, что приставка у нас, как правило, употребляется при глаголе, предлог при глаголе не употребляется никогда, предлог, как правило, существительным связан. Можно задать вопрос, если у нас там после предлога, зачем за столом, и вставить какое-нибудь определение типа над городом, над спящим. Но чисто по значению, смотрите, «забежать», «за дом» – вот это значение, что это делается, как это сказать, даже не знаю, как объяснить, одно и то же движение, подлезть под забор, вот вниз, накинуть на стол сверху, значит, извлечь изнутри, въехать, наоборот, внутрь. И предлог и приставка означают одно и то же направление движения. Что касается производных предлогов, то с производными предлогами все несколько сложнее, потому что проблема заключается в написании, и часто так случается, что самостоятельные части речи, от которых произошли предлоги, пишутся одним образом, предлоги иначе, и другое управление, другая форма должна быть усуществительна, когда самостоятельная часть речи превратилась в предлог. Это может вызывать сложности. Ну и так, мы уже три группы эти выделили. Наречные предлоги. Как отличить наречие от предлога? Напротив дома, живу напротив. В первом случае, напротив дома, у нас после предлога идет существительное. Если это наречие, то наречие не может управлять никаким существительным. Напротив, идти впереди, вымыть внутри, повернуться вокруг, жить согласно. Здесь все перед нами наречие, потому что от них никаких существительных нету. Напротив дома, впереди отряда, внутри палатки, вокруг оси, согласно указаниям, все это предлоги. Тут несложно, сложнее несколько, когда у нас отыменные предлоги. Вот, например, пара. Иметь в виду существительное плюс предлог, и в виду ненастье предлог. В этом случае не забывайте, что в виду ненастья пишется слитно, а иметь в виду раздельно, в два слова. Насчет работы, насчет в банке. Понятно, в первом случае слитно, это предлог, а в втором раздельно. В следствии дождя, в следствии по делу. Если это предлог в значении причины, да, из-за, то на конце у нас будет е, и написание слитное, характерно для этого предлога. В течение, в продолжении, в течение дня, в продолжении ночи, на протяжении суток, пишется раздельно, и на конце е, в отличие от существительных, да, в течение и реки, в продолжении и романа. Ну, и в силу встретиться, верить в силу. Предлоги и депричастия. Тут надо обратить внимание на то, что если предлог, да, если несмотря, является предлогом, то пишется он слитно, несмотря на то, что образовался от депричастия. Депричастия с не, в свою очередь, пишется, естественно, раздельно, да, поскольку глагольная форма. Еще одна сложность, и даже, может быть, больше сложность, это употребление предлогов в речи, употребление существительного в нужной форме падежа, в некоторых случаях отчетно вызывает сложности. Выделяют ряд предлогов, которые употребляются существительными, вот, в форме родительного падежа, да, в виде, в заключении, по мере, в силу, в течении, наподобие, в продолжении, и так далее. в форме дательного падежа, наперекор, подобно, согласно, вот это вот, частенько путают, да, говорят, согласно указа, согласно приказа, повеления, нет, да, только дательный падеж, вопреки обстоятельствам, благодаря помощи. И обязательно надо запомнить, что предлог по во временном своем значении сочетается с существительными в предложном падеже. Вот тут нужно вспомнить, да, что предлог по многозначный, у него есть тоже временное и пространственное значение, и пространственным все понятно, да, по улице, по двору, по школе, да, у нас все время сочетается этот предлог с существительными в форме дательного падежа. Но сложность заключается в том, что когда этот предлог употребляется в значении временном, в значении после чего-нибудь, то тогда он сочетается с предложным падежом. То есть два значения и две разные формы существительных. Вот это сложно, поэтому по возвращении, по прибытии, по приезде, а не по возвращению, по прибытию, по приезду, только предложный падеж. Давайте немножко потренируемся. Перед вами девять предложений. Напишите номера предложений, которые описаны верно, где предлоги употреблены правильно. Напишите правильные только, да. и сейчас разберемся и попробуем исправить ошибки. Так. А с обеих точек зрения правильные предложения, которые вам не хотелось бы исправить как-то, отредактировать. тут совершенно хороший вопрос, да, потому что здесь есть ошибки двух типов. Здесь есть ошибки семантические и ошибки грамматические. Ну, мы будем их учитывать и то, и то. Какие же предложения у нас будут верными? так, что-то ответов нет. Давайте только номера можем начать обсуждать. Начну комментировать. Итак, благодаря снежным заносам движение прервано. Тут это, вероятно, тот случай, о котором говорите, да, благодаря не может сочетаться с негативным чем-нибудь, да, обязательно что-нибудь, чем-нибудь хорошим должна идти речь, какая-нибудь положительная должна быть коннотация. Так, поэтому, да, не благодаря, а из-за, да, заносов. Из-за твоей доброты у меня теперь все хорошо, а вот здесь наоборот. Предлог из-за не сочетается с словами с положительной коннотацией. Из-за тумана, да, там я попала в аварию, да, но из-за доброты у меня теперь все хорошо, тоже сказать нельзя, только благодаря. Так что первое, второе, здесь нужно предлоги поменять. Так, третье, давайте посмотрим. По приезду из отпуска он направил свой университет. По, да, предлог по, здесь во временном значении употреблен и нужна, нужна форма предложенного падежа. Да, здесь неверно, здесь дательный падеж, да, правильно, по приезде из отпуска. Так что это надо исправить. Так, четвертое, та же самая песня, да, по окончании фильма, не по окончании «ю», а по окончании «и», перед нами опять же предлог по форме в значении времени, в значении после. Вопреки прогнозов, да, вопреки прогнозам, благодаря родителям, вот это верное, наперекор всем, тоже верное, да, 6, 7. Восьмое, давайте рассмотрим, согласно расписанию занятий, вот лично я несколько раз, много раз такое слышала, это ошибочное употребление, да, согласно кому, чему, расписанию, нужен дательный падеж. Ну и, наконец, последний, опять предлог по, опять в значении времени, по предъявлению и паспорта. То есть, правильный ответ должен быть 6, 7. Так, остальные неверные. Рассмотрим, следующая наша с вами тема, союз. Для чего может служить союз? Таблички, все, собственно, случаи, когда его, он может быть использован. Итак, первое предложение без союза, да, в втором предложении союз связывают между собой однородные члены, да, здесь, я читаю интересную книгу, «Ты играешь в компьютер», здесь части сложносочиненного предложения союз связывает, да, здесь сложно, части сложно подчиненного предложения, ну, сложно сочиненного, сложно подчиненного предложения, да, мы немножко как бы пробрасываем вперед, мы об этом не говорили, и я не знаю, что вы об этом знаете, да, Но я сразу скажу, что сложносочиненные предложения предполагают некую симметрию частей, взаимозаменяемость их, равноправие, свободу друг от друга. Сложносочиненные предполагают асимметрию. Одно предложение главное, другое зависимое, и мы можем от одной части к другой задавать вопрос. Ну и последний случай – это связь предложений между собой. Союз может связывать и отдельные предложения. Какие выделяют типы союзов? По формальной структуре, по составу выделяют простые и составные союзы. То есть из одного слова состоящие, составные из нескольких. Причем, видите, они могут быть длинными, несмотря на то, что вопреки тому, что благодаря тому, что и так далее. Все это будет союза. Один союз как бы из нескольких слов. И еще по структуре же союзы делятся на одиночные, то есть просто одно отдельное слово, двойные и повторяющиеся. Двойные, чтобы отличимых от составных. Составные союзы, они все пишутся вот так вот подряд. Двойные союзы разделяются словами или предложениями. И, например, одна часть союза будет рядом с одним словом, одним однородным членом, и, например, или одним предложением, а вторая часть рядом с другим, начинает другое предложение. Ну, повторяющиеся. Понятно. Точно так же, как двойные, только это один и тот же союз, взятый дважды. По функции. По функции союзы выделяют такие. Говорят о том, что есть сочинительные союзы и подчинительные союзы. Сочинительные. Это вот эти вот симметричные, подчинительные, асимметричные. Соединительные союзы. Это, например, союз и, да, в значении и, да. Противительный союз, например, а, но, однако, разделительный союз или, либо, и так далее. Среди подчинительных союзов выделяют союз причины. Ну, например, потому что, по причине того, что, благодаря тому, что, следствие, так, что, потому, поэтому, цели, для того, чтобы, например, да, уступки, несмотря на то, что, вопреки тому, что, или там, хотя, условия, или, например, если, допустим, да, при том условии, что. Есть временные союзы, ну, типа, когда, пока, как вдруг, как только. Сравнительный союз, как, словно, будто, точно. И изъяснительный союз, ну, например, союз, что. Правописание союзов может вызывать сложности, потому что они тоже, как и предлоги, часто являются производными и в каких-то случаях могут очень сильно напоминать какое-нибудь сочетание слов других частей речи, которые, естественно, будут писаться раздельно. Вот, например, союз, что бы. И местоимение плюс частица бы, у нас получается, что бы. Как мы будем отличать их? Если это, если у него есть значение цели, да, он пришел, что бы взять книгу, и бы убрать нельзя, оторвать невозможно, да, пишем слитный, это союз. Вот, например, вот в этом предложении. Я думал, что бы взять на память о бабушке, что бы, мы можем бы убрать или перенести, да, я думал, что взять, или я думал, что взять бы на память о бабушке, можем оторвать, да, переместить. И тут местоимение, что имеет, играет роль дополнение прямого, то есть синдоксическую функцию выполняет, чего союз не может делать. Пишем раздельно. То же и так же. Как разберемся мы, как мы пишем, слитно или раздельно. То же и так же присоединительный союз, и если его можно заменить на И, и нельзя убрать Ж, то мы пишем слитно. У вас тоже был выходной, вот перемещаем, забираем, заменяем на И. И у вас был выходной. А так же они между собой тоже взаимозаменимы, да, мы можем здесь поставить место тоже так же. У вас так же был выходной, а здесь так же заменить свою очередь на то же. Тоже нужно прочитать войну и мир. Вот, пишем слитно, да, если это местоимение или местоименное наречие в сочетании с частицей Ж, то мы частицу Ж можем убрать или добавить самое, или точно так же, да. Я делал то же самое, что ты, и устал точно так же, как и ты. В таком случае мы должны будем писать раздельно. Причем, при том, да, иногда союз, если можно, значение, да, в дополнении к чему-нибудь, да, иногда в блок с местоимением. Причем, да, мы можем задать вопрос, мы можем вставить что-нибудь, да, какое-нибудь определяемое слово, и пишем раздельно. Союз зато. Сочинительный, противительный союз зато пишется слитно, если мы можем заменить его на другой такой союз, например, на но, да. Роман получился длинный, зато интересный, но интересный, или однако интересный. Ну, а в данном случае, да, здесь зато будет сочетание предлога с местоимением, пишется раздельно. От того, что, от чего, в одном случае союз, как мы видим, в другом случае предлог с местоимением, мы можем задать вопросы, опять же, переместить, разбить эти слова. Поскольку союз, если в значении так, в значении причины, пишется слитно, а если это предлог с местоимением, поскольку раз нужно повторить это стихотворение, мы можем здесь задать вопрос к вот этому слову, да, и мы пишем раздельно. Для чего нужны частицы? Давайте теперь перейдем к частицам. Для чего нужны частицы, как они употребляются, как их отличить от слов других частей речи. С предлогами и союзами, как мне кажется, проще, да, они слушают для связи. И частица гораздо более разноплановая часть речи, она очень бывает разнообразна, и бывает, что сложно ее как-то выделить. Давайте посмотрим, какие у нее бывают функции. Итак, вот первое предложение, без частиц. Следующее предложение, да, разве ты был уже, ты уже был в Эрмитаже. Частица разве здесь усиливает вопросительный характер предложения. Теоретически мы можем убрать, да, здесь частицу спокойно, и предложение сохранит смысл, им ничего не произойдет. Только один раз я был в Эрмитаже, здесь тоже частицу только. Мы убираем и видим, что она вносит ограничительный характер. Один раз я был в Эрмитаже, только один раз я был в Эрмитаже. Да, этот оттенок добавляет ограничительности. Сегодня он не пойдет в театр, да, здесь частица не обозначает, что предложение у нас отрицательное. В следующих двух примерах, пусть он сходит со мной в Эрмитаж, и я бы сходил в Эрмитаж, частица пусть, частица бы служит для образования наклонения повелительного и сослагательного. То есть относится, если вот в этих случаях частица относится ко всему предложению, то здесь глаголу конкретному. Пусть сходит и сходит бы, и входит состав сказуемого. Ну и последняя частица не будь, а также подобные частицы либо, кое, таки. Эти частицы служат для образования неопределенного местоимения. И в принципе рассматриваются, если мы разбираем по составу, с точки зрения морфемики, они рассматриваются как суффиксы и приставки кое, да, кое-кто, кое-где. То есть частица здесь теряет полностью свою автономность, становится морфемой. Какие делятся частицы разряды? Во-первых, формообразующие, да, то есть частицы, при помощи которых образуются определенные грамматические формы. Более-менее пусть и бы, которые мы с вами рассматривали. Выделяют словообразующие частицы, да, они служат для образования отрицательных и неопределенных местоимений и антонимов, типа «не друг», «не когда», «не весело» и так далее. И одна большая группа, с которой могут быть определенные сложности, это группа смысловых частиц. Они вносят эти самые дополнительные оттенки и значения, не служат для образования форм, и оттенков этих значений выделяют много. Какие? Вот и выделяют указательные частицы, уточнительные, ограничительные, усилительные. Обратите внимание, да, все-таки частицы, а то ее бывает в качестве вводных рассматривают, все же сюда же, да, тоже усилительные. Не надо ее обособлять, эта частица, не обращаясь внимания. Так, вопросительные частицы, утвердительные, отрицательные частицы и восклицательные. Что за гадость, например. Вот. Это мы так с вами бодренько пробежались по служебным частям речи и переходим к совершенно отдельной категории слов, которая и не называет никакие предметы действительности, никакие объекты реальности. и не служит для связи, не помогает составлять какие-нибудь формы, не показывает связь между разными членами предложения. Не то и не то и не то, да, междометия, напомню, не самостоятельные, не служебные слова, они стоят особняком. И выражают чувства, переживания, побуждения. Надо сказать, что чувства, это мир чувств, да, мир очень такой субъективный. И понять, каково значение междометия, мы можем, не можем отдельно. Да что значит междометие? Ах. Да, все что угодно. Давайте проиллюстрируем это. Какой-то в предложении, ой, как ты меня напугал. Какую эмоцию, какое чувство выражает междометие ой? Что за, что можно сказать о том чувстве, с которым употреблено здесь это междометие? Какой-нибудь, да, конечно, какой-то испуг, да, неприятное какое-то ощущение, да. Ой, я опять забыл сделать домашнее задание. Здесь какое чувство. Уже не испуг, правильно? А что-то другое. Как бы вы назвали ту эмоцию, которую выражается при помощи междометия ой? Вот во втором случае. Ой, я забыл сделать домашнее задание. Здесь что? Какая-нибудь досада, да, недовольство. Раздражение. Какие-то такие эмоции, как вы напишете, я не знаю. Ой, я не знала, что тебе нужна помощь. А в этом случае? Очевидно, не испуг, да. Как бы вы назвали ту эмоцию, выражаемую междометием? Ой. Ой, я не знала, что тебе нужна помощь. Наверное, да. Извинения, стыд, сожаления. Ой, какой красивый букет. А вот здесь проще, да. Здесь какое чувство, какая эмоция. Да, радость. Но видите, какая гамма чувств при помощи одного маленького междометия междометия из двух всего лишь звуков, да, от испуга до счастья и радости. То есть таким образом междометие само по себе ничего не значит. Оно служит вот выражение чувства и вне контекста. Причем контекст не может быть понят. Причем контекст можно понимать и как контекст слов, контекст предложений, как контекст ситуации, да, как контекст, там, мимики, жестов, там, голоса, интонации, да. То есть во всей этой совокупности только междометия можно как-то прочитать, да, семантизировать в нем, можно увидеть какой-то смысл. Само по себе оно ничего не значит. Выделяют междометия трех основных типов. Это, во-первых, междометия, которые обозначают чувства, да, какие-то эмоции. Обратите внимание на примеры. Видите, междометия всякий раз отделены от предложения либо запятой, либо многоточием, либо восклицательным знаком, либо точкой, да, ну, в зависимости от интонации. То есть междометия не является членом предложения и всегда от него отделяется от остального предложения. Есть междометия, которые выражают побуждение, да, какой-то приказ или просьбу. Они, в общем, образовались часто от каких-нибудь глаголов, ну, типа марш, да, маршировать, допустим, да, или там цыц, ну, явно тут тише, как бы, да, или ц, ч, там, ч, вот такие вот глаголы или наречия, которые сократились, от них оторвались все, какие-нибудь, все суффиксы, да, и они превратились уже в просто какой-то один звук, вот, который коротко выражает побуждение. Ну, и междометия, которые служат для выражения приветствия или прощания или чего-нибудь такого, да, и, как правило, это глаголы в форме повредительного наклонения исторически, да, этимологически, типа здравствуй, прощай, извини, прости, или существительное, да, до свидания, привет, почтение, моё почтение и так далее. Как видим, они все время, да, отделены от предложения, всегда. Не забывайте, что они междометия. По происхождению, да, как междометия делят и выделяют непроизводные междометия, да, они не восходят ни в какой другой части речи, они, как правило, короткие. И как мы вот посмотрим, если на всю вот эту группу непроизводных междометий, мы видим, что это обычно они односложные, какая они, и, в общем, они обозначают какое-то действие, в общем, физическое. Ну, например, ах, да, это вот, вот такой вот вдох, да, резкий, или там какой-нибудь фу, ну, понятно, это плевок, да, то есть попытка записать при помощи фономатически, да, какие-то звуки, которые производит человек для выражения своих чувств, или там какой-нибудь тпру, это, понятно, вот это вот, да, губами такое движение. Есть производные междометия, да, они могут быть образованы от существительных, сюда же, там, от глаголов, да, по великому наклонению, от других частей речи, там, вона, например, от частицы полно прочь, однако, ну, короче говоря, от наличия частиц, от разных, да, частей речи, ну, и от фразеологизмов, всякие батюшки светы, скажи на милость, боже мой, и так далее. И все как, все они, все как объединяет то, что они не являются никакими членами предложения, утрачивают уже, в общем, как фактически всякую семантику, кроме функционально, да, в предложении, в контексте, приобретают способность называть чувства. Ну вот, в общем, пожалуй, все. Мы с вами, можно сказать, закончили говорить о частях речи, и это наше было последнее занятие по морфологии, переходим к синтаксису с следующего занятия. Так, так что я прощаюсь с вами, если у вас есть вопросы, то давайте зададим их. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...